В Грузии помнят и чтят память о женщинах-хузницах лагеря Алжир. В постоянном репертуаре театра в Тбилиси даже есть спектакль, основанный на записях и дневниках узниц. Уже несколько лет подряд постановка проходит с аншлагом. Юлия Тужилкина продолжит. Почти 300 грузинок были узницами Акмолинского лагеря жен изменников родины. Среди них супруга писателя Бориса Пельника, мать поэта Булата Акуджавы и мать сценариста Нодара Думбадзе. История не должна быть забыта, так считает художественный руководитель Тбилисского театра имени Грибоедова Автандил Варсимашвили. Идея создания спектакля «Алжир» пришла ему после посещения одноименного музея в Казахстане, где в списках заключенных он нашел бабушку своей супруги. Меня взволновал этот музей. И я начал изучать документы, и начал искать эти документы, начал встречаться с теми оставшимися, которые еще, к счастью, есть. И меня поразило то, что эти люди и в документах, и в личное интервью, они не рассказывали ничего. Они не хотели рассказывать. Вот сколько лет, да, прошло, и все равно они не хотели об этом рассказывать. И вот сам этот факт меня подтолкнуло к идее создания спектакля, где я показал бы историю этих девочек, они ведь были девочками, им было по 23, по 24, которые перенесли такое, что спустя столько лет они не хотят об этом говорить. Семь актрис в документальной драме Алжира играют одну героиню. И каждая привносит в образ что-то свое. Отчаяние, порыв или надежду на справедливость. И все они считают, этот спектакль как рана, которая должна быть открытой. Этот спектакль для нас это боль, это память, это молитва поминальная. Я не знаю в репертуаре спектакля, который бы игрался всеми персонажами, не просто проникновенный, серьезно. Это каждый раз какой-то долг, это каждый раз разговор действительно со зрителем, для того, чтобы это не повторилось. К сожалению, мир устроен так, что нужно постоянно человеку напоминать о том, через какой ад прошел цвет в данном случае грузинской интеллигенции, женщин. Об этом надо помнить. Одна из пронзительных сцен в спектакле отношение к заключенным местного населения, когда те подкармливали женщин, бросая им курт. А узницы сначала боялись и думали, что их забрасывают камнями. Потрясена спектакль и профессионально, и сильно, и вовремя. Это то, что, наверное, надо показывать как можно чаще и всем народам. И в Казахстане, и в Грузии. Я все время плакала, если честно, но я до сих пор не начну заплачу. Ух. Ну да, это очень грустная история. Действительно, я как раз из того региона. Ну вот это вот было, конечно, очень пронзительно. Да. Я очень благодарна, да, что вот здесь про это говорят. Этот спектакль, я уже хожу на него восьмой раз. Я здесь живу семь лет в Грузии. И я очень сильно благодарна тому, как режиссер спектакля выстроил структуру, сюжет. И особенно спасибо за упоминание Курта и упоминание такого гостеприимства Казахстана. Грузины тоже это ценят, потому что они такие же гостеприимные, как мы. Я должна выжить, чтобы рассказать людям правду. Так говорит героиня драмы в конце. Измученные, униженные, но не сломленные. Такими видят узнец лагеря зрителей. Спектаклю Алжир уже шесть лет. И он до сих пор в постоянном репертуаре театра. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси.